Глава города Сергей Сергеев акцентировал внимание на случай с мошенницей. Женщина обещала жертвам посодействовать в бизнесе и похлопотать в администрации, называя фамилии заместителей мэра Анапы. И для усиления эффекта значимости суммы за свои услуги называла нескромные. Информацию вовремя сообщили в правоохранительные органы. Те провели проверку и в ходе оперативно-розыскных операций задержали мошенницу. Сергей Сергеев настроил сотрудников администрации на работу с беженцами из Украины. Начальник отдела УФМС по городу-курорту Андрей Дубошин дал разъяснение. За неделю в Анапу приезжают около ста украинцев, но с оформлением трудовых отношений и присвоением статуса беженцев не спешат. Реальная картина в ситуации с гражданами Украины будет видна осенью. Отчет по исполнению дорожной карты с последующим размещением на участках детских дошкольных учреждений запросила у руководителей городских управлений первой вице-мэра Анапы Светлана Ировая. Земельные участки, которые у нас запланированы в генеральном плане, в правилах землепользования и застройки, предназначены для строительства детских дошкольных учреждений и школ. Пожалуйста, надо создать реестр, соответствующие карты, с тем, чтобы мы имели на перспективу развития муниципального образования представление о объектах, насколько есть эти объекты, чьи они сегодня в собственности, то есть не сами объекты, а земельные участки. Наличие проекта планировок территорий и наличие в этих проектах детских садов и школ и так далее. Для чего? Для того, чтобы мы могли уже сегодня разговаривать с собственниками-оридаторами. Буду сказать, что большая часть земельных участков не является муниципальным. И в первую очередь меня интересует сегодня город Анапа, Анапская, Анапский сельский укроп и Алексеевский. Будут рассмотрены варианты с земельными участками, находящимися в муниципальной и частной собственности. И еще один вариант уже работает в Курганинске – незатратный и эффективный. Я съездил в Курганинск, вы помните, да, и посмотрел детский сад под четырехэтажным жилым домом. То есть первый этаж – это детский сад. С одной стороны подъезды, с другой стороны прогулочная площадка для детей. Удобно, красиво и современно. Опыт положительного решения детского вопроса в Анапе уже есть, и власти города намерены обеспечить каждого ребенка местом в детском саду. Изменения в системе госзакупок об этом доложила заместитель главы города Яна Дуплякина. Теперь заказчики могут делать закупки на сумму до двух миллионов рублей по прямым договорам. Работа мобильных групп, проверяющих торговлю в курортной Анапе, за 10 дней выразилась в отчете. 38 протоколов на нарушителей составили сотрудники администрации, 59 – полицейские. Поручение главы города усилить работу на Пионерском проспекте. В ближайшее время в порядок приведут причал на Центральном пляже. Договоренность с руководителями обслуживающего предприятия уже есть. Перилы практически разломаны, сердце самого насила тоже в некоторых местах отсутствует. И вызывает, в общем, очень светлая травма, опасная территория. Я думаю, что к открытию должно это быть. На этой неделе в городе пройдут репетиции праздников, посвященных Дню России и открытию сезона. 13 и 14 июня Анапу украсят гирляндами шаров и флагами. Праздничные мероприятия пройдут во всех сельских округах и в самом центре Анапы. 14 июня в 21.00 смотрите прямую трансляцию грандиозного праздника на канале РЕН Анапа Регион. Продолжение следует...